Волна лжиминирования снова захлестнула Молдову. Сегодня объектами телефонных террористов стали апелляционная палата Кишинева, суд Буйкан и столичный аэропорт. На место, как положено, прибыли специализированные службы и взрывотехники, которые цепили территорию и вывели из зданий людей. Проверка показала, что сообщение оказалось ложным. Момент работы специалистов запечатлила и съемочная группа ТВ-8. Полиция прибыла на место одновременно с командой ТВ-8 в 10.53. Полицейский немедленно уведомил охрану, что здание суда заминировано, а территорию оградили лентой, чтобы никто не мог пройти. Находившиеся в здании люди незамедлительно устремились к выходу. Некоторые признались нам, что уже устали от этих сообщений о бомбах, которые мешают им нормально работать, и что множество судебных заседаний переносят из-за потраченного на проверки времени. Такое уже не впервые. Это дезорганизует нашу деятельность. Проблематично и для граждан, которые приходят на слушания дела, поступают и поступают, поэтому сложно. Все просто. Когда есть дело, рассмотрение которого нежелательно, тогда звонят и сообщают о бомбе. Слушания откладывают. У молодого нет бомб, они только с телефонами ходят. А проверять все равно надо. Очень часто такое происходит. В понедельник такая же ситуация была, и все заседания перенесли на довольно позднюю дату. Через полчаса после объявления тревоги на место прибыла бригада взрывотехников, а также кинологи с собаками. Экипированные должным образом, они тщательно проверили здание и прилегающую территорию. Помимо суда, специалисты отправились на вызов в Международный аэропорт Кишинево и апелляционную палату. По данным полиции, звонил мужчина. Сообщения о бомбах также оказались ложными. Ранее стало известно о наказании подростка из Камрата за аналогичное преступление. В январе он предупредил о якобы минировании ряда объектов на юге страны. Парню дали два года условно и обязали выплатить крупный штраф. Процесс выявления личности преступников достаточно сложный, поскольку, по словам правоохранителей, некоторые сообщения поступают из-за рубежа. Одно сообщение о заложенной бомбе обходится государственному бюджету в сумму не менее 60 тысяч леев.